Почти 14 миллиардов тенге задолжали они платильщики алиментов своим детям. 16 тысяч казахстанцев имеют запрет на выезд из страны. Совершие двух тысяч человек находятся в розыске. Причем среди тех, кого ищет полиция, есть и женщины. По данным Министерства юстиции, всего в Казахстане насчитывают больше 80 тысяч алиментщиков. Юристы рассказывают, бывают случаи, когда алиментщики намеренно занижают свои реальные доходы, чтобы уменьшить размер выплат. Некоторые из них находят вполне законные лазейки и используют самые разные способы. Переписывают имущество и бизнес на других лиц или же устраиваются на работу с низкой зарплатой. Закон обязывает платить алименты даже безработных. Причем достаточно всего три месяца не отчислять деньги, чтобы на должника завели уголовное дело. В лучшем случае его могут привлечь к общественным работам. В худшем – лишить свободы до двух лет. Только в прошлом году суды привлекли к уголовной ответственности больше сотни казахстанцев. Подать на алименты можно не только после развода. Если один из супругов не хочет содержать ребенка, второй может оформить выплаты, даже состояв браки. Это предусмотрено законом. В Казахстане такие случаи хоть и единичные, но встречались в юридической практике, говорят правозащитники. Однако официальной статистики по таким делам нет. Судебный исполнитель тоже все смотрит, все документы. Он с органами госдохода работает, то есть поднимает все его налоговые отчисления, которые до этого были. Все это смотрит, но при этом все, что должник в любом случае может даже налоговые свои отчисления указывать по минималке. Чаще всего проблема в том, что из судебных исполнителей редко кто желает заниматься алиментами. Потому что алименты, вообще исполнительное производство об алиментах, они оплачиваются из государственного бюджета. Это небольшие совсем суммы, небольшие деньги. За это время судебный исполнитель может исполнить какой-нибудь судебный акт о взыскании суммы от одного юридического лица в пользу другого юридического лица, где там миллионы, а то и миллиарды. Например, если должник год назад зарабатывал 500 тысяч тюнге в месяц, а в справке о доходах указывает, что получает 70 тысяч, тогда у судоисполнителя возникают вопросы, и он может инициировать проверку. Мы проверяем счета, смотрим на расходы. Если алиментчик оплачивает аренду жилья, погашает свой кредит, в день тратит по 10-20 тысяч тюнге, то появляются подозрения, что он скрывает свои реальные доходы. В таких случаях мы собираем информацию и направляем предоставление в органы внутренних дел. При наличии достаточных оснований на него могут завести уголовное дело. 873 миллиона тюнге планируют потратить на восстановление объектов культуры в Североказахстанской области. Всего там разработали 12 проектов. Они включают в себя реконструкцию здания, ремонт и замену инженерных сетей. На реализацию 12 проектов выделено порядка 873 миллионов тюнге. В том числе на реализацию проектов в рамках ХАО Ельбеса Гэ – 528 миллионов тюнге. В рамках ХАО Ельбеса Гэ мы это все понимаем, это все объекты, которые находятся в селах. Из 12 проектов, 11 проектов у него находятся у нас именно в сельских населенных пунктах, в районах области. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Германия и Чили расширяют сотрудничество в области добычи полезных ископаемых, в том числе лития – одного из ключевых компонентов аккумуляторов для электромобилей. Более половины мировых запасов этого металла залегает в Андах на границах Боливии, Чили и Аргентины. В ходе визита канцлера ФРГЛ Фошольца в Сантьяго между странами были подписаны ряда соглашений, в том числе между чилийской корпорацией и крупнейшей в Европе компанией по производству медиа. Ранее в ходе турни по странам Латинской Америки немецкий канцлер посетил Аргентину, где они с президентом Альберто Фернандо сам подтвердили важное заключение договора о свободной торговле между Евросоюзом и блоком Меркосур. Длившиеся 20 лет переговоры об этом завершились еще в июне 2019-го, но соглашение так и не вступило в силу. Теперь Шольца ожидают в Бразилии. Он станет первым западным лидером, с которым встретится новоизбранный президент Лулу да Сильва после своего возвращения к власти. Германия и Евросоюз стремятся восстановить отношения с крупнейшей страной Южной Америки после разлада с администрацией ультраправого лидера Жаира Болсонару. Редактор субтитров А.Семкин